Так уж совпало, но оператор телеканала вместе с комбайнером Виктором Копчуком на пуле прошел последнюю полосу. Символично, поскольку для экспериментальной базы Криничная на этом уборка зерновых колоссовых практически завершена. Боженька и природа нам сопутствовали. Немножко проходили дождики, они тоже нужны, но в большинстве случаев погода была хорошая. На сегодняшний момент практически уборка завершена. Остались отдельные небольшие участки, которые нужно еще доубирать, чтобы полностью завершить. По сравнению с 2015 годом, конечно, нельзя с ним сравнивать, потому что он был нехарактерным. Мы вышли на свои запланированные цифры. На молот к концу уборки составит 6400 тонн зерна и порядка 30 центнеров с гектара. Будет урожайность. Нынешняя уборочная стала результативной не только для хозяйства. Три работника экспериментальной базы, экипаж компонеров в составе Виктора Копчука и Олега Ермакова и водитель Игорь Дикон вошли в число тысячников. Тяжело, конечно, но справлялись с трудностями, как могли. Техника не подвела. Все нормально. Радует то, что закончили. Уже как бы и усталость прошла. Была усталость, но с последним проходом совсем другое дело уже. Чувствуя, что сделали огромное дело, и поэтому надо приниматься за новые дела. И все же чемпионом по количеству тысячников в районе является совхоз комбинат «Заря». Десять экипажей перешагнули заветный рубеж. Для четырех из них стали счастливыми поля Наравлянского района. Работаем мы с удовольствием, с желанием на будущее, чтобы все было хорошо, чтобы заготовить как можно больше зерна для нашего колхоза, для нашей республики. Ну, чтобы все было отлично. Степан Карпович и его коллега Александр Остапенко – молодой экипаж, тем не менее, комбайнерам также удалось намолотить тысячу тонн зерна. Ребята намолотили более тысячи тонн зерна. Мы очень рады за них. Мы гордимся такой молодежью, и поэтому всячески ее поддерживаем. Ощутить атмосферу неустанной и кропотливой работы, самоотдачи, любви к труду и к земле, на которой трудятся эти люди, невозможно через голубой экран. Здесь нужно побывать, пообщаться и увидеть своими глазами, как торопятся комбайнеры и водители после таких небольших торжественных пауз снова прыгнуть в свою боевую машину и продолжить работу, чтобы наверстать упущенное. Умение Зари работать результативно позволили подтянуть и на Равлянский район. На Молот здесь приближается к четырем тысячам тонн, а урожайность по хозяйству на этих землях составила рекордные 45,4 центнера с гектара. Здесь надо приложить усилия, чтобы земля отблагодарила. То есть надо хорошо обработать вовремя, внести все удобрения, сделать химпрополку, подкормить и вовремя также убрать, которые все работы должны делаться вовремя. В целом уборочная на Мозорщине проходит спокойно и планово. За многие годы выработалась целая система работы. В сельхозпредприятиях сформировались сплоченные коллективы идейных сотрудников. На территории хозяйств Мозорского района 80% уже уборочной работы у нас проведены. Намолочено 26 320 тонн зерна и урожайность по хозяйству Мозорского района составила 33,1 центнера с гектара. Мозорский район входит по урожайности в области в пятерку лидеров. Ожидаемый валовый сбор зерновых колоссовых по Мозорскому району более 30 тысяч тонн. По Наравлянскому 16-17 тысяч. Это позволит обеспечить поставку зерна для государства. Причем 75% госзаказа районам уже выполнено. Параллельно идет заготовка семян под сев. Илона Шавловская, Валентин Бойко, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозорь.